Дорогие, уважаемые мои подписчики и гости канала Любимого ТВ, я вас приветствую. С вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Его мысли, его чувства по отношению к вам. Приступим. Будет один вариант. Посмотрим, что с ним сейчас на данный момент. Пока мы такую предварительную диагностику делаем, что с ним, как вы, сонастроитесь потихонечку, расслабьтесь. Хорошенечко об этом мужчине подумайте. Подумайте, хорошо. А мы сейчас выясним, что он там думает, что он чувствует. Что у него в целом происходит. Относит. 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 И так. У мужчины, ух ты, какая у него сейчас происходит, надо же, слушайте, дорогие, ну смотрите, видно вам, да? Смотрите, прекрасные карты, все три старших аркана, и арканы очень серьёзные. Слушайте, ну если у вашего мужчины это не карма, не трансформация, то тогда просто, ну невероятное что-то. Слушайте, вообще очень серьёзные циклы окончания, обнуления, переход от старого к новому. Причём это и духовный план, это и перейти на новый уровень, что-то вообще конкретно поменять. Вы знаете, здесь можно расстаться с бывшим супругом, здесь можно сменить работу, сменить место жительства, распрощаться со всем грузом, который тянет вниз. И при этом остаться в смешанных чувствах с различными фобиями, с невыраженными, закрытыми внутрь подсознания эмоциями. Человеку всегда чего-то недостаёт, недостаёт ясности, чёткости, любви ему недостаёт. У него идёт полное разрушение в жизни. Смотрите, если он ещё не сменил работу, возможно, он без работы остался или не нашёл в себе ничего нового. Возможно, у него какой, может быть, делёжка, может быть, при разводе что-то происходит. Может быть, действительно человек переходит из одних отношений в другие. Или думает об этом, думает очень напряжён, ужасно напряжён, кошмарное напряжение. И три раза повторила это слово, потому что, понимаете, мне хочется не нагнетать атмосферу. Но при таких старших арканах, серьёзнейших, глубинные тайны подсознания поднимаются. Возможно, недоверие к партнёру, возможно, ревности страшные, самооценка заниженная. Чутьё у человека может быть феноменальное, и он так тонко своими фибрами. Интуиция у него настолько, так она сейчас усилена, что он может схватывать вибрации, которые ему не нужны. Он и свои, и чужие хватает. Возможно, это, знаете, как попасть в хроники Акаши, в энергоинформационное пространство. То есть настолько он сейчас, как оголённый нерв, и может читать информацию, которая для него, но она не нужна. Это уже загруз, перегруз. Возможно, он так переживает из-за глобальных проблем, которые происходят, и не показывает, прячет всё себе. Не может он это выразить как-то, не может дать выход стрессу. Он прячет всё очень глубинно. Отсюда может быть ещё и саморазрушение вдобавок ко всему. Возможно, его устои потерпели, изменения и крах. Большой человек сейчас в каком-то депресснике, в каком-то непонятном сложном состоянии. Но всё, что отмирает, должно давать рождение новому. Мы видим, вот должно быть такой переход, но он ещё не поймёт, что и из чего должно, как, куда. Возможно, сейчас затмение, вот эти всё, всё на него очень сильно влияет. Если в его гороскопе много Луны, много воды, то тогда он просто поддаётся, независимо, держится он, не держится, на него ещё очень сильно влияют приливы, отливы, различные планетарные моменты, воздействия, подверженному этому. Что, в принципе, у него, чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно действительно всё разрушить очень сильно. Скорее всего, у него будет всё как с чистого листа. Вот если он хорошо изучит эту трансформацию, всё то, что с ним сейчас происходит, и как-то обработает, да, и в правильном направлении начнёт своё движение. Сейчас он должен уже что-то делать для этого. Слушайте, ну вот вообще такие серьёзные вещи происходят. Давайте посмотрим, что он думал о вас. Думал он о вас, думает. Думает, вот сам по себе думает. Хочет ясности какой-то между вами. Очень хочется, девочки, ему с вами как-то, знаете, общаться без посредников. Возможно, вы где-то, может быть, если по работе, допустим, видитесь, да, да, здесь есть какие-то, есть какая-то конкуренция. Есть момент защиты отношений. Может, с кем-то поспорите за вас. Возможно, вот если на рабочем месте, да, может быть, кто-то, какой-то словцо вас, или кто-то на вас смотрит, он ревнует. Если вы просто общаетесь по интернету, да даже в интернете он вас может ревновать кому-либо. И может от вас допытываться, что ты, как ты, чего ты, с кем ты, да. Вот он думает, дорогие, думает он о вас, и думает, он как-то ревнует и хочет одержать победу. Возможно, он хочет услышать, что он для вас очень главный. Что-то хочет прояснить от вас. Девочки, он как-то почву пробивает. Он хочет прям ясности от вас, как отчёт прям какой-то требует, да, от кого-то из вас прям будет такой. Очень, очень строго, но с желанием это жажда близости, да. Он думает, 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 ему очень хочется, он какой-то горячий. Вот в отношении вас у него здесь идёт потепление, хочет вас завоевать. У самого, конечно, невероятно, что происходит. Такой серьёзный урок сейчас в его, в личной проработке он должен этот урок пройти, прояснить и как-то с бодрым настроением, с гордо поднятой головой выйти из всего. И вот к вам в мыслях он прям что-то хочет, может быть даже, выговорит, правда, как отчёт какой-то от вас требует, да. Но думает это однозначно. И мысли, знаете, о интиме, допустим, о интимной близости он как-то всё равно продумывает. Нет, чтобы он, знаете, чисто на эмоциях был. Нет, он хорошо думает, что и как. Как вам подобраться получше, что у него в чувствах. Дорогие, этот мужчина одинок, он внутренне очень одинок, он отшельник, он включает отшельника, возможно, он дистанцируется иногда от вас, иногда, впрочем, вообще от социума может дистанцироваться, да, уходить внутрь себя. Иногда, возможно, вот от всех этих передряг ему ничего не остаётся делать, как погружаться просто внутрь, в созерцание своих внутренних миров. В принципе, это поведение, можно сказать, даёт какую-то лишнюю тяжесть, что ли. Иногда он просто так забивается, вот у него неправильное отшельничество всё-таки. Он мог бы в этом состоянии, наоборот, себя, свои силы собрать в кулак, а у него идёт, знаете, наоборот, какие-то проблемы, возможно, в отношениях, вот непонятно с кем ещё, может быть, прошлое, вот как-то на него давят тяжёлым грузом. Возможно, вы его прибежище, и он хочет к вам убежать. Ему нужна надёжность. Ему надёжность нужна. Сильный стресс он выдерживает, но очень сложно. Очень сложно. Он может гореть, и так, в общем, может произойти эмоциональное выгорание. И силы, даже будет состояние тяжести физическое, что тяжело ему будет вот на эту гору подниматься, решать свои проблемы какие-то ещё житейские. Поэтому в чувствах к вам ему очень хочется заботы. Хочется заботы и семейного тепла, взаимного тепла. И вы знаете, вот он идёт как-то через отшельника к вам всё-таки. Это либо мужчина, который одинокий, который к вам придёт, или уже есть у вас, на кого вы смотрите. Или же он внутренне одинок, если даже... Если у него ещё кто-то есть, и у вас треугольник, допустим, да, то этот мужчина внутренне одинок. И давайте посмотрим на будущее, на ближайшее будущее. Сами себе загадайте период. Загадайте период. Ещё раз повторяется, аркан смерти – это очень большая трансформация. Что-то уйдёт из его жизни. Очень сильно, возможно, такой формат вообще поменяет сообщение. Круг его ближайший какой-то, прям всё поменять готов. Возможно, даже ради вас. Шестёрка мечей – это переезд, это переход, это в новую жизнь. Человек готов что-то изменить. Если ждёте встречи, эта встреча будет. И для этого ему, скорее всего, нужно очень многое поменять, как-то вообще принять своё личное решение и уйти к вам, к императрице. Вы для него значимая, уважающая себя женщина. Это удача, это успех, это плодородие. С вами он чувствует себя очень надёжно и очень уютно. Скорее всего, он хочет к вам стремиться. Это, может быть, даже на будущее как совет рекомендаций или как его действия. У него сейчас очень большие идут изменения. Возможно, он для себя уже всё давным-давно понял. Но как-то ещё через страхи его, через это нужно было пройти. Через эмоциональные горки американские. И всё-таки решиться на то, чтобы изменить очень серьёзно свою жизнь. Если требуется переезд для вашего совместного проживания, то он готов это сделать, скорее всего. Или вас, может быть, как-то к себе забрать, если вы на разные страны, на разные города проживаете. И давайте ещё возьмём совет-рекомендацию от карт, которые называются Starman. Давайте ещё совет-рекомендацию для вас, дорогие девочки, кто смотрит влюблённые. Ну, слушайте, вы знаете, вот как специально несколько подряд видео есть более позитивные, есть менее позитивные видео, да? И очень много сейчас солнца любви. Вот, видимо, такое время, такие энергии, дорогие, что спастись можно только, как говорится, любовью. Peace and love. Да? Мир и любовь. Мир и любовь вам. Серьёзный выбор. Влюблённость у многих, если не у всех, да? Реализация и предназначение – это выразить себя в любви, дать свою любовь ближним, природе, нашим братьям меньшим и также любимым нашим партнёрам. То есть у вас такая вселенская любовь идёт безусловная. Не просто к партнёру, да? То есть вам как-то ваше предназначение – наслаждаться любовью, наслаждаться этой эйфорией. То, что, ну, смотрите, у вас все старшие арканы. У кого новое знакомство, девочки, ой, у вас тут потрясающе, конечно. И отношения, которые не так часто происходят, да? Все, скорее всего, у кого даже, как говорится, пишут в романах. Ну что, дорогие, сегодня у нас вот такой сеанс, да? Через какое-то время мы ещё поспрашиваем что-то интересненькое по поводу любви и отношений, и отношения партнёра к вам. Я надеюсь, что вы с удовольствием ставите лайки, делитесь моим видео для продвижения всё-таки, и для… это мотивация для наших встреч. Вот. И с удовольствием ставите лайки, комментарии. Сейчас напишите, да? С удовольствием читаю ваши комментарии. Желаю вам взаимной любви, чтобы всё взбывалось, самое прекрасное, да, наилучшим, наивысшим образом. До новых встреч, до новых видео. С вами Татьяна Любимова, я природная ведьма. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok